Республика не станет пользоваться правом рассрочки выплаты, полученных из федерального бюджета кредитов. Об этом 5 февраля в ходе заседания правительства заявил министр финансов Якутии Валерий Жандоров. Напомним, что регионные должники получили такое право с 1 января этого года. Дело в том, что федеральный центр хоть и предоставляет рассрочку, но при этом выставляет жесткие требования выплат. А республика, по словам министра, находится в числе субъектов с высокой долговой устойчивостью и поэтому может позволить себе отказаться от рассрочки, сохранив свободу маневра. В ближайшие два года, по словам Жандорова, расходы бюджета будут превышать доходы, но 2020 год региональный Минфин планирует встретить с профицитом. 370 муниципальных образований Якутии претендует на получение 500 млн. рублей из республиканского бюджета в этом году. Такова цена программы народных проектов по благоустройству. Еще 300 млн. рублей планируется привлечь из местных бюджетов и в виде вложений населения. В рамках проекта каждый житель может проголосовать за наиболее жизненное и актуальное для него направление. Например, содержание дорог, ремонт объектов культуры, обустройство детских спортивных площадок и т.д. Транспортная компания Ассоциация строителей Амура-Якутской магистрали ожидает роста объема грузов на участке железной дороги Беркакит-Тамот. Ожидания связаны со снижением тарифных ставок на перевозки до общероссийского уровня. Ранее фенеральная антимонопольная служба уравняла тарифы, применяемые компанией железной дороги Якутии, с тарифами компанией железной дороги России. Жители Нерингри должны иметь возможность летать в Таиланд и Вьетнам напрямую, минуя Москву. Такую цель обозначил генеральный директор ООО «Колмар» Сергей Цивилев. Угледобывающая компания, работающая в районе, заинтересована в скорейшем начале работ по модернизации аэропорта Нерингри. Решением комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока Минтрансу и Минфину поручено обеспечить реализацию проекта. Напомним, что реконструировать аэропорт должны были еще в 2016 году, и в программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона предусматривалось на это 70 миллиардов рублей. Однако пока не готова даже проектная документация. В регионах планируют запустить пилотный проект по изменению обязательной системы медицинского страхования. Инициатива исходит от Федерального Минфина и Центробанка, а также крупных страховых компаний. Какие именно это будут регионы и какие конкретно планируются изменения, пока не уточняется. Известно лишь, что регионы сами должны выразить желание участвовать в проекте, а государство снимет с себя часть обязательств по медицинскому страхованию в пользу страховых компаний. Якутия в числе остальных регионов Дальнего Востока получит из федерального бюджета больше средств, чем другие субъекты федерации на строительство объектов в сфере культуры. Такое правило согласовало Минвостокразвитие. Особый подход обусловлен с одной стороны тем, что затраты на строительство в европейской части России ниже, с другой тем, что развитие Дальнего Востока признано приоритетным направлением в экономике страны. Рост зарплат бюджетников стал практически единственным итогом масштабной реформы социальной сферы страны, запланированной майскими указаниями президента, 2012 года, следует из доклада Высшей школы экономики. Другие компоненты реформы остались или невостребованными, или только начинают работать. Крупный бизнес просит еще больше смягчить требования закона Яровой в области хранения данных. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил Минкомсвязь в свое заключение, в котором в частности говорится, что выполнение нынешней редакции закона повлечет к росту тарифов на услуги связи на величину от 12 до 90%. Владимир Путин в конце рабочей недели сообщил, что есть возможность для снижения цен на бензин. Этот вопрос он планирует обсудить с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Президент отметил, что цена на нефть довольно высока, но все дело в акцизах. Одним из способов реализации возможности, обозначенной главой государства, эксперты называют ограничение антимонопольной службой доли маржи нефтяных компаний, которую те закладывают в цену топлива на своих ОЗС. Полис и ОСАГО возможно изменят свой внешний вид. Дело в том, что их изготовитель, акционерное общество «Гознак», повысило цены на свою работу. В ответ Российский союз автостраховщиков в середине лета намерен провести тендер по поиску нового партнера. К этому часу все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с нашим каналом.